В эфире или что? Мы уже в эфире. А, мы уже в эфире? Да. Что, всем еще раз привет, с возвращением в прямой эфир. Напомню. Уже 12.30. Уже 12.30, а мы все красим и красим, и красим, и красим, но это здорово. Напомню, что мы сегодня с вами разбираем, чем учимся. Мы говорим о технике создания растяжки цвета с помощью оттенков. Техника сама называется создание цвета, когда вы сами регулируете и варвируете глубину тона, распределение этого оттенка по длине и концам, и подбираете необходимое вообще сочетание оттенков. Что мы сделали в первом прямом эфире? Мы начали уже нанесение первого из трех тонов, который мы будем использовать. Напомню, это смесь нюансов 8-2, плюс 0-0-2 и плюс 0-0-1. Это красители CECA Color Explosion, стойкая крем-краска. 8-2 это глубокий пепельный цвет на восьмом уровне тона, самый такой плотный и серый. 0-0-2 это пепельный микстон и 0-0-1 это синий микстон. Пропорция смешивания этих нюансов следующая. На каждые 30 грамм оттенка 8-2 мы добавляем 7 грамм пепельного микстона 0-0-2 и 1 грамм синего микстона 0-0-1. Друзья, теперь подскажите, пожалуйста, как вам нас слышно? Крестики, мордочки, смайлики, как вы нас слышите? Слышно. Вот, пепельный, салон, пепельный, я не знаю, насколько я смогла, я тебе сказала. Что? Ты сейчас что-то говорила? Это было обращение? Пропрощение? Да, ну, я такой человек тебе написал, вот. Amazing Salon, sir. Ну, я не знаю, английский, ты так на меня послалил прям вообще. Да, ну, ты не знал, да, ну, thank you very much. О, это я добивалась. Мой, конечно, английский. Да ладно, ты себя не знаешь, ничего? Вообще, да. У меня самое жуткое было с языком. Ну, давайте сейчас, пока мы. И вот с техникой, а потом историю о языках. И в первой части нашего прямого эфира мы начали прокрашивание всех участков, где необходимо нанесение именно первой рецептуры. Я вам говорил, что есть два варианта распределения оттенков. Либо вы сначала прокрашиваете все корни и только потом разделяете их на секции и прокрашиваете каждую секцию уже отдельно. Либо, как мы работаем второй вариант, каждую секцию сразу же прокрашиваем каждым нюансом. В чем разница? В первом варианте, когда вы сначала прокрасили все корни, по-любому в конце окрашивания эти корни будут темнее, даже если вот по полотну вы будете использовать тот же оттенок. Он все равно будет чуть-чуть светлее. Это не всегда гуд смотрится, поэтому не рекомендую. А вот когда вы по секциям сразу наносите цвет на все участки, где ему необходимо быть, то тогда и плотность, и насыщенность, и темнота этого оттенка будет равномерна во всех секциях. И тогда вот эта градация переходов между оттенками, между нюансами будет максимально плавной и красивой. Напоминаю, что здесь необходим большой расход красителя для того, чтобы создавать мягкий переход. Мы как раз практически дошли до этой темы. Наверное, кто смотрел первый эфир, думает, блин, ну да, он разделил на секцию, но почему он все красит одним цветом? Что это за растяжка такая? Еще раз повторюсь, так лучше для распределения цветов. Вы сначала во все секции наносите первый цвет, потом второй, и потом уже третий. И тогда и будет сохраняться вот эта градация перехода. Тебе пишут, так путайте волосы, неаккуратно. Ой, простите, я стараюсь, чтобы это было... Быстро. Побыстрее. Больше не буду, неаккуратно. Не старайся, Артем. А этот аккаунт я найду. Я побоюсь, что вы не знали. Путайте волосы. Знаете, художника обидеть может каждый. Не, не будем убежать. Так, как относитесь к продукции Dr. Sorby? Даже не как, вообще, первый раз слышу, что вы мне это говорите. Ну, давайте все услышим, ты узнаешь. я человек который всю жизнь сознательную до профессионально работает на немецких красителях а так сложилось вот просто так сложилось что в тридцать первом профессиональном училище города ярославль откуда родом я учился был контракт с брендом шварцкоп и поэтому все практические занятия нас проводились на этой продукции немцы немцы потом салон в котором я так сказать уже осел потому что я конечно менял салоны очень много но звезда вот тут большая корона тоже и снова все после чего я же сразу в конкурсе там кинулся 12 выиграла звезда то большая поэтому если мне что-то не нравилось я сразу уходил то есть даже мог деньги доработать вот а не нравилось не тот тон короче салонов было за год 60 наверно в первую но причем не сказала просто вегоне и ухожу все на этом там мы закончили вот и там я сел там работали на бренде лонда и тогда вот началось мое долгое сотрудничество с этим брендом в общей сложности лет восемь наверно и потом появились цикл и ким которые тоже казались немцами но вот мой мозг заточен под это все дело именно по немцев вот например сейчас на появился этот бренд фрама если люксовый бренд итальянский а я еще как бы особо его не пробовал но я послушал там презентацию посмотрел продукцию но другое итальянцев совершенно да абсолютно и так теперь после того как мы прокрасили прикорневую зону у нас здесь разделено центральным пробором волосы до с этой стороны действительно не аккуратно и так также делим диагоналями на три треугольника вы можете выбирать размер треугольника формировать сами например если волосы очень тонкие то вот этот первый треугольник который сейчас выделяю на висках сделать его больше зайдите во фронтально теменную зону а если волосы густые наоборот сделайте его меньше и возьмите часть только височно боковой зоны мы берем ровно от височной впадины проведя диагональ у нас осталось такой условный прямоугольник на фронтальной теменной зоне которые мы просто визуально поделим на две части диагонали посередине вот здесь вот и вот этот забираем туда это жгутик тоже скручиваем сюда возвращаемся к той стороне потому что мне уже это разделение сделал и едем соблюдая нашу традицию первая прядь это две третьих длины мы окрашиваем рецептуры кормили напоминаю про количество краще смеси что и должно быть достаточно много и так где у нас 1 3 2 3 вот тут граница часто бывает что о чем-то задумаешься и прокрашиваешь вообще все прячь но они что потом да ничего страшного но будет в этой пряди более контрастная игра цвета потому что она же это самый темной темы которые мы сейчас используем для тех кто подключает напоминаю что это 82 плюс 002 и плюс 001 бренд цека стойкая крем краска ой для этой техники конечно лучше всего подходит кисточки с расческой потому что вам отдал но когда есть и кисть а сбоку расческа мне к сожалению нет в студии подобных я бы с удовольствием сейчас бы поработал здесь ей но приходится работать этой а почему именно кистью с расческой удобно это быстрее распределять и потом когда нужно делать переход за счет этой расчески его гораздо легче сделать соединив эти оттенки вот и вся если это бренд то нет если техника то тоже нет я знаю неоновые эти цвета в районе в некоторых ну пусть это я туда или то что династия была где красили девочку ярко необычно необычный техник плит по-моему когда половина головой 1 до одного цвета до половины головой другого цвета я была недавно да 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 прямой эфир вас валерий показывал нам красители которые именно в ультрафиолете светятся мы ждем ответа пока напишут про то ли спрашивать что которые в ультрафиолете светить ирина откуда ирина какого ирина города кстати да немного поездка поездка да я приглашал эта идея останется я считаю что нужно тон был немного другой суть ты передала верно я считаю что у нас огромная страна где есть что показывать нет я не только про мастер-классы а вообще про природу про людей про потому что столько талантливых мастеров которые есть регионах и реально хочется иногда взять день там дополнительные взять у них интервью что вы не рассказали где не учили что они занимались там как это очень но на это просто нет да и вот и вот это была такая идея что взять тебя с собой может что вы думаю у тебя хоть будет время на это ты с ними пообщаешься потому что но и вообще показать что такое командировки потому что например у меня друзья да и родственники вообще не особо представляет чем я занимаюсь и либо да и что командировка это такой отдых отпуск ты куда-то летишь я там выгуливаю да ты там смеешься отдыхают нет ребят это конечно все совсем не так командировка это работа да только вне офиса ты прилетаешь сразу что-то чешешь красишь спишь опять чешешь красишь улетаешь вот в общем что ты видишь что-то видишь стюардесс стюардесс не реально был случай в аэрофлоте же очень строго с внешним видом стюардесс а у девушки были очень густые волосы и вот этот пучок но из-за густоты он вообще не хотел да они волосы хотели свободы и они представьте стюардесс с распущенными дата волосами и я вижу вот я на заднем предыдущем что они там мучаются пытаются как давайте один раз по 1 раз помню причесали нет ну потому что так вот и что показать что командировки какой там ритм как все проходит дело действительно иногда из-за разницы часовых поясов например получается прилететь за день до мероприятия чтобы организм перестроился на что на камчатку плюс 9 часов да я как я обожаю камчатку я обожаю камчатку за природу за людей какие там люди открытые них нет никакой злобы ничего реально крутых не значит что в других местах плохие все да но вот камчатка на примут меня здесь из таких городов это у меня казань сибирь практически вся вот как-то та часть от регионов большего в моей душе находится и вот хотел думал что помимо своих мастер-классов сколько есть интересных мест россии дают пейзажи прочее но это целый блок такой надо делать это надо не красить пять часов да и все будет все будет рассмотрено все заявки вот как никто сказал как как такое возможно что тебя закрытым аккаунтом вообще есть подписчики какие-то до этого с открытым то не особо ну вот так так мы заканчиваем нанесение первого оттенка давайте подведем итог если вы сидите это хорошо поговорим о расходе я говорил вам что обесцвеченный волос спитывает больше красителя это еще и крем краска поэтому ее нужно носить больше как я вам говорил поэтому сейчас у меня ушло 5 тюбиков по 60 грамм это ну вот плюс 100 с чем 100 с чем-то грамм микстона и соответственно 400 около 400 миллилитров пероксана 800 на первый этап мы истратили 800 грамм обесцвечивающего крема это две с половиной упаковки но где-то тут валялся и говорит и все что осталось полтора литра пероксана и 80 метров альгией пойдемте мешать вторую рецептуру безусловно все что синим быстро смывается действительно оттенки очень красивые но в данном случае они просто нам не нужно ну вот ребят 4 5 6 пустых коробок и тюбиков все все теперь смотрите а даже тут кончилась ячейка тут был когда-то 82 нет принес со склада что пусть лежит а на корни мы брали 82 сейчас двигаемся с вами в сторону рассветления и используем же оттенок 9 дробь 2 это наш будет второй цвет со вторым оттенком всегда можно поиграть он он такая золотая середина вы можете использовать чистый нюанс можете добавить микстон можете добавить чего-то яркого например фиолетов синий фиолетового какого-то оттенка или просто синего для того чтобы дать рельефности тому цвету который вы хотите получить и так сейчас я на 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 оттенок 92 92 так как основное мы уже сделали повторюсь по поводу 1 рецептура в этой технике 1 рецептура занимает 60 65 процентов цвета всей массы волос поэтому 5 тюбиков сейчас будет уже меньше но для того чтобы не бегать нет вот сколько там было в остатке 19 грамм но выдавлю еще тюбик чтобы просто не бегать лишний раз уже красить да да и так меня получилось 72 грамма оттенка 92 ну что мы с ним с сделаем давайте чуть-чуть добавим туда пепельного микстона сколько сказал 72 давай давай по 2 грамма на каждый добавим тоже пепельный только пепельный микстон добавим 2 грамма на каждые 30 грамм получается 5 грамм вот на весь этот вес это беж или пепел это пепел в цека это двойка это пепел у нас основные что единицы у нас это синий двойка это пепел восьмерка это фиолет шестерка махагон но это не холодный цвет это основная разница что касаемо теплых нюансов основном в немецких брендах кроме шварцкопа они одинаковы это тройка золото четверка медь и пятерка красный ну немного пока перемешиваю давайте сам о самой краски на который кашу я обожаю color explosion мои клиенты обожают color explosion клиент у меня люди которые знают чего они хотят и за что они платят денежки свои и мне было очень приятно когда они били что но после того как они пришли там ко мне я вот крашу цека а до этого они окрашивались на каких-нибудь супер люксовых ну скажем дорогих брендах я даже не знаю каких именно что здесь оттенок держится очень долго что и приходит мы покрашиваем только корни нам не нужно восстанавливать цвет по длине это конечно очень и очень хорошо и то что в красителе содержится кератин вообще из истории этот краситель появился девяносто седьмом году и тогда это было конечно инновация что это был но это была первая стойкая крем-краска которая внутри содержала кератин со составе это сейчас он присутствует много где но вот зато в истории бренда цека это записано вообще в этом бренде есть свои фишки это там концентрированный стабилизатор я думаю когда у нас будьте время выдержки мы с тобой там я все расскажу покажу мы сходим на наш главный стенд вообще расскажу чем тут занимается наша компания чем тут живем вы по поводу цены смотря если вы в москве пишите мне я вас перенаправлено менеджера если вы каком-то городе сразу пишите мне из какого города я вам скажу адреса наших партнеров и вы уже там свяжитесь с ними на 1 сейчас подождите второй цвет чтобы не забыться на первый оттенок у нас ушло 5 тюбиков оттенка 82 около 120 до получается грамм микстона это два тюбика микстона еще плюсом грамм 10 синего микстона весе например надо все правильно считать до 400 этого педа 100 того не конечно сейчас еще 70 и сейчас еще 60 сейчас мы подготовим сразу третью рецептуру катя как тебе если кончики будут какие-нибудь такие но немного с цветом или все-таки пепель ладно в тайпе пепельные правильно берем да все сам собой поспорим но для длины берем 1020 еще более светлый нюанс особенность работы с 10 уровнем оттенков стойка крем-краски в том что в них немного больше аммиака составе 2 с половиной процента и они сами по себе немного рассветляют тот фон осветления который уже есть на волосах для того чтобы сделать его более прозрачным поэтому здесь это и даст нам эффект максимальной светлоты в третьем оттенке 47 10 20 скажите воды нет света во всех случаях 3 процента что на корни мы сейчас наносили что вторая рецептура что третье 3 процента один к одному в оттенок 10 20 я сейчас у меня было 47 тут грамм на 45 давайте я добавил 1 грамм синего микстона для того чтобы дать прохлады этому направлению не серости а именно прохлады серость у нас есть первой рецептуре во второй здесь давайте подчеркнем а если еще помнить о матирующей способности оттенков цико что как раз синий в цико является самым прозрачным из холодных цветов и поэтому не можно варвировать достаточно но запах стандартными как он конечно скрыт цветочной подушкой парфюмерной количество мяка в color explosion 2 процента в десятом уровне два с половиной процента и в двенадцатом ряде четыре с половиной это небольшое процентное содержание мяка но это достаточно чтобы обеспечить стопроцентное покрытие седины никаких приятных ощущений при нанесении вы время выдержки никто не ощущает но как видите быстро перемешивается в однородную консистенцию и легко работать а чтобы обесцвечивать наверное да там или по зонам фишка если мы говорим про обесцвечивание то это конечно будет фишка заключаться в варвирование окислителей я в начале сегодняшнего дня пойдемте все устало устало все красота требует но ведь уже как формируется темненькая где вообще блонд да что он тут делает и итак мы с вами сейчас возвращаемся к первой нашей секции которая была это нижняя и средняя затылочная зона где у нас равномерно оставлены только кончики вот в этой зоне видите вот сколько времени прошло а уже как питалась краска хотя мы наносили так много продукта что только прикорневой зоны мне удастся что-то да там стянуть для мягкого перехода и как раз теперь об этом поговорим так нам понадобится сейчас второй цвет для того чтобы сделать мягкий переход вторым оттенком вы сначала должны зайти уже окрашенную базу пока ее оставить там и ничего с ней не делать продолжить нанесение красителя уже на не окрашенный участок что с ними случилось а концы будут в норме давайте отвечу а что с ними будет в третьей рецептуре 1 грамм на 45 грамм краски сейчас я работаю не 3 2 лица туры это оттенок 9 дробь 2 плюс 002 где на каждые 30 грамм используется 2 грамма пепельного микстона и так нанесли на всю длину нашу вторую рецептуру и теперь начинаем растушевывать между оттенками как при корневой зоны и длины чтобы сделать мягкий переход с кисточкой убираем всю краску вырабатываем переход здесь получается что у нас с вами находится два про уже оттенка который с помощью кисточки вы перемешали только что ну и затем вот эти вот растушевывающие движения для того чтобы равномерно распределить мы и бросим прекрасно себя чувствует это не высоко щелочной краситель это просто стойкий аммиачный краситель щелочной кто вам скажет что высоко щелочной это ваше слово дополнительное к этому делу высоко щелочным можно назвать 12 ряд потому что он делает сразу два дела он осветляет натуральный волос и и придает ему оттенок в основной палитре это стандартное количество мяка и так в ночь нет 3 процента пропорции один к одному и начинают эти растушевки и вот в этом первом первой нашей секции все концы мы покрываем вторым это называется техника создания цвета для результата растяжки цвета это интерпретация 3 техники по созданию цвета которые я представляю и говорю на тренинге цветовой иллюзии растяжки цвета просто согласитесь было бы несправедливо и некрасиво сейчас вам показать именно ту самую третью технику для тех людей например которые уже приобрели билеты и ждут меня в своем городе на какие города так и не сказал а да мне все отвлекают и так это расписание нет на следующей неделе казань там мы будем проводить семинар цветовые иллюзии создания формы говорить о формах лица цветотипах подбирать стрижки это будет мастер-класс с отработкой поэтому если кто из казани обращайтесь компанию кредо за покупкой билетов и увидимся пятнадцатого и шестнадцатого августа в казани а в сентябре если я не ошибаюсь а лучше мы под чуть попозже подойдем к календарю потому что потому что весна и осень это всегда такое время например вот сейчас весной мы провели эксперимент обычно когда едешь командировку это один там два города тут я въехал на месяц командировку было шесть городов мы провели двадцать одно мероприятие и в это время был один выходной но это клёво единственное тошнит от чемоданов потому что во всех городах были разные мероприятия кто-то хотел растяжки цвет кто-то хотел создание формы кто-то хотел создание стиля у меня их три-четыре вида вот этих вот и поэтому где-то нужны были платья обувь модели инструменты да и три чемоданы с собой вожу да идеальный мужчина с собой чемоданы платье но меня в аэропорту сразу когда вот чемоданы просматривают мне вы там стилисты или парикмахеры я говорю да ну конечно когда у мужчины в чемодане 11 пар каблуков и чего там только нет еще помимо этого это наш парикмахер да второй чемодан 23 килограмма инструмента всевозможного который только может быть это было клёво во-первых для вот этот вот тур то что для организма это лучше потому что это были далекие регионы мы были в Новокузнецке в Кемерово в Томске в Новосибирске в Хабаровске в Петропавловск-Камчатском и вот так постепенно передвигались в сторону Азии увеличивая разницу с Москвой во времени но зато тогда мне выдался вот один свободный день в Петропавловск-Камчатском и там ребята это сделали очень клёвый подарок сюрприз мы выходили в Тихий океан это было очень клёво брикмахерский мир спасибо вам за это ну поэтому я тебе зову с собой итак давайте уйдёмся первую секцию мы прокрасили даже по красителю видно уже вот эту градацию рассветления нас тебе видно не видно от более тёмно к более светлым концам теперь мы с вами переходим к нашим вторым секциям которые были это вот эти вот височно-боковые у нас уже есть распределение напомню мы первую прядь красили две трети длины вторую прядь одну треть длины и чередовали теперь мы также в этой секции будем чередовать но третью рецептуру то есть если вот здесь была вторая сейчас вот смотрите вот здесь уже начинается переход потому что чуть-чуть не прокрашена специально чтобы плавно начиналась эта растушевка поэтому вновь сюда вносим краситель и затем оставляем его пока там а сами продолжаем работать с длиной какая база была в модели исходная натуральная 70 абсолютно натуральный волос который вот мы с 8 утра с помощью 800 грамм обесцвечивающего крема сделали светло-желтой базой фон отсветления 5 часов назад да все это началось 5 часов назад да друзья и затем вновь начинаем растушевывать вот этот переход и вот обратить внимание можно же вот давайте сниму вот часто делает вот так при помощи 4 что здесь да вот вот нет краски уберу это с ладони и вот начинает вот так вот делать а чего смысл красить или нет у вас должен быть продукт в эти движения для чего нужны чтобы растушевывать тот оттенок который есть на прикорневой зоне концам и наоборот тот оттенок который есть на концах отодвигать в 2 выдвигать вырабатывать в ту длину только тогда у вас и будет этот переход а на конце что наносит сейчас мы работаем третьей рецептурой это оттенок 10 дробь 20 это очень светлый блондин интенсивно пепельный с одним граммом синего микстона в своем составе вновь сюда да внесли продукта просто когда делаешь это быстро это кажется ну просто окрашивание если замедляешься и разбираешь что оказывается все не так просто тебе предложили на чемоданы посылать в почту заранее в тот город который необходим я думаю что ты приедешь уже проведешь мастер-класс а чемоданы все не придут в тот город нет все свое я вожу с собой не доверяю почте России конечно друзья результат покажем и рецептуру вам распишем давайте лучше пообщаемся расскажите что ваши клиенты просят в каждом городе разные абсолютно тенденции да абсолютно например на юге возьмем да но не идут яркие вот эти пигменты вот яркие ну вот никак с чем это связано с менталитетом с какой-то культурой я не знаю да но с какими-то направлениями которые там есть может у юга свои кумиры да там ну тысяча причин и например как они идут в сибири или или на дальнем востоке и вот интересно что в каждом городе просят мастера не мастера клиентов мастеров так вопрос очень актуально вы женаты нет так а 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 и тут можно долго как бы сейчас да сесть такой рассказ будет на полтора часа монолог а просто моя работа все-таки она уничтожает отношения и она сейчас их как бы там уничтожила в том году потому что там главный причин и расставания было то что у меня долго нет дома но тут уже просто нужно подобрать человека который который пишет и я не замужем просто надо подобрать человека которым которому будет неважно момент это 1 2 на все-таки своими сейчас не программа давай поженимся и прочее поэтому так это что москва действительно вот там про нарушены много наращивают москве волос ну потому что это москва здесь много ненастоящего ты самый главный это философия это большой город каждый носит маску какую-то дамы в обществе в социуме и здесь поэтому потребны даже какая-то в этом больше чем небольших городах экспериментами и отрошены блогами неравномерной базе все прям все конечно да причисли действительно особенно это всякие поврежденные после ли в домашних либо каких-то нет нет к сожалению не приходит вот у меня не с домашним салоном ну там да там все плохо как бы просто всегда вот смотрите когда мы с вами делаем окрашивание есть много факторов которые мы должны соблюдать безопасности да там кожи голы клиента всего но когда мы подбираем и выбираем путь создания цвета первое что у нас голове должно быть минимум вреда да там можно по-разному получить этот цвет который мы сейчас собираем почему мы взяли например обесцвечивающий крем они порошок потому что он гораздо лучше воздействия на волосы видели как они блестят после фона осветления хотя можно было бы порошком да они были пожестче зачем человеку раз жизни красить волосы и вот такие вот моменты нужно обращать к работе с клиентом они же там приносят нам деньги и год вот на тебе деньги на этого и сделай меня красивый это хорош и а мы как-то к этому относимся кто-то не должны нам принести эти деньги никто нам ничего это сейчас буду философ стать это 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 из тренинга по бизнесу что никто нам ничего не должен небольшой и так с одной стороны сделал теперь переходим на другую вот она у нас с вами и также красим вот эту всю неокрашенную длину 3 рецептуры напомню это 10 20 плюс 1 грамм синего микстона здорово кстати вот эта техника да мы показываем вам блонд это глубокий серый серо пепельный блонд специально взял серый счет потому что многие боятся с ними работать как видите но нет никакой зелени да он глубокий и сейчас возможно визуально выглядит очень темным но это совершенно не так это восьмой уровень тона то есть это светло русая база пепельного направления просто из-за того что она уже долго держится носа краситель меня сам краситель меняет оттенок цвет смеси простите не оттенок но эту же рецептуру эту же технику можно использовать в разных рецептурах красиво смотрится когда вы сочетаете 4 5 и 6 уровень тонны в градации такая глубина оттенка сразу получается как в коричневой гамме так и можно в каких-то фиолетово сливовых тонах красным да там переходом что тут такое тоже просто смотрится бомбически но парадокс в том чтобы например при сочетании красиво 456 либо 8 9 10 уровне тона сочетания а 7 8 9 вообще некрасиво такая тема что немного увеличит но изменит естественно оттенок потому что вы уже наполняете волос определенным цветом раньше но не в старину скажет в прошлые времена я иду мне чуть-чуть не хватило краски именно оттенка 10-20 а что раньше вообще использовали золотистый микс тон с водой которые наносили на волосы если они очень повреждены или какие такие чтобы дать некую основу глубину этому всему делу то и вот создание какой-то базы предварительной да имеет смысла быть действительно оттенок будет держаться немного дольше но вот у меня вопрос косимость как вы думаете потратив на это окрашивание насколько у нас тут выйдет страшные цифры 8 9 тюбиков краски будет у меня держаться конечно да это к теме какой жилиet и он несмотря на все это ребят российские мастера это самые лучшие мастера признанные и они они мы боже мой сколько было ценится во всем мире как лучший специалист вот так ну да со ступеньки сколько у нас еще времени до конца второго эфира а он пишет за сколько сейчас постараюсь быстренько и так 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 едем дальше вот у нас осталась эта масса продолжаем вновь нанесли побольше красителя и затем начинаем распределение как и говорил в стенки а я понял почему по поводу очень щелочного что в десятом уровне повышенные проценты мне кажется два с половиной на два с половиной это не так много вот четыре с половиной да поэтому не переживайте с концами ничего не будет красители и кератин и миндальный протеин поэтому здесь уход точно увидит каждый клиент и вы увидите после наших прямых эфиров вообще интересно от вас узнать вот когда мы с настей вот это все дело задумали совсем недавно и спонтанно а что вам интересно до растяжки это сейчас очень популярная тема есть огромное количество авторских курсов тренингов до с тем что и как можно сделать а вот что еще интересного может химическая заявка я не знаю может коктейльные укладки какие-нибудь там работа со стайлингом опять же на вас тут был до подобный не ну интересно потому что у каждого мастера свои какие интересные фишки и и надо смысл думать так нам не надо запомнить не надо применить как мы уже домой все забываем но очень важно смотрите привет от кристины меридих кристина меридих дик но мэри дик тоже красиво звучит кристин задумайся над этим делом с кристиной до кристина большая умничка она тоже ведет портал где у нее прихмахеры для к сожалению все никак нет времени добраться и посмотреть что там да как но то есть у них какая-то закрытая группа где они там что-то делают там и какие-то обучения какие-то делятся опытом и знаниями в большей степени кристина скорее всего потому что на большой молодец профессионал вот через полтора месяца вы просто будете заново это делать поверьте это все смоется в единый светлый фон с которого вы начинали да уже не будет желтизны до которая присутствовала при фоне осветления просто будет очень прозрачный оттенок на девятом уровне тона и вы спокойно повторяете либо то же самое либо делаете да либо делаете другое сочетание оттенков либо вообще красить и в один цвет ну то есть все по вашему выбору вы не привязаны теперь навсегда к этому ну когда будем сушить вот выйдем да я даже больше поговорил вообще просто самой техники техниках работы там горячим инструментом ну конечно ну для дома одно для мастера совершенно другое итак мы заканчиваем нанесение третьей смеси на вторую секцию напоминаю это вторая секция вот она располагается на части височно боковой зоны и верхней затылочной зоны чтобы не забывать я уже не первый раз у артема на растяжке спасибо вам очень приятно да действительно когда приезжаешь но каждый год да по городам едешь приятно когда уже собираются люди которых ты узнаешь несмотря на то что сколько людей это прямо прям клево тут буквально днях столкнулся с девушкой если да пусть она меня простит если так но вроде лариса из го мы я еду на работу утром метро а нехты две станции потом меня кто-то трог дома ну что такое это вообще творится утром же все такие человек с петропавловск-камчатского просто пересеклись метро да как это возможно это было круто и она же узнал и там до меня любит толпу как-то нашла и так пообщаться и так вот у нас с вами осталось 3 секция итак досталась третья секция на ней мы будем чередовать второй и третий оттенок например начиная первая прядь все неокрашенные концы второй оттенок вторая прядь третий оттенок потом опять второй оттенок третий оттенок и так чередуем их между собой да теперь только они будут в ноябре значит можно упростить задачу ребят вот это наш сайт фризер хаус но . ру в россии зайдите туда и там есть обратная связь или связаться с нами и вы сразу ваша заявка попадает на менеджера который в этот же день вам перезвоню настя ты устала и так напоминаю что это вот растушевка что вы чуть-чуть берете с корней переносите это сюда а потом наоборот длины вносите туда и вот а в быстром виде это выглядит вот так да 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 чем тут гладит их диском еще раз значит я понял так 3 но техника стопировка ребят ну без проблем нет все нормально опять кончилась краска что-то я не думал что мне столько понадобится этого темпа что говорят кто спрашивал да про ячейки мы сказать да что это это вилон до они могут мне кажется сделать все что только вашей вашей душе угодно да какое хочу поэтому должны быть рекомендации даже что тебе подходит какие силуэты какие ткани и прочее ну вот никто не хочет работать я называю только так все хотят только денег почему-то смотрите когда мы закончим нанесением будем засекать время выдержки отталкиваясь этого красителя который был последним нанесен в данном случае это стойкая крем краска поэтому время выдержки будет составлять 25-35 минут мы будем держать 25 минут когда закончим какая техника вам ближе балаяш потому что артем не публикует данной работы и и почему ближе потому что я рассказывал нас всем такой что это самая старая техника и мне училище и училище и а просто ее дольше всего знаю поэтому она ближе мне ни в коем случае потому что мы используем пепельное цветовое направление это направление в бренде цека располагается в зеленом спектре оттенка и и конечно что будет если в зеленый добавить красный коричневый и следовательно я же не хочу коричневый бежевый цвет я хочу серый пепельное цвет поэтому вот я и говорил никакого розового никакого фиолетового цвета не должно добавляться в пепельный цветовой нюанс чтобы избежать как раз вот этих вот моментов итак дойдя проработав всю височно боковую зону остановитесь перейдите на другую сторону и начните с другой стороны чтобы у вас равномерность вот этого расцветления была одинаковая иначе опять получится что одна сторона никак не может догнать вторую сторону ну и в общем мы можно сказать на финишной прямой осталось 5-7 минут для нанесения этого оттенков на волосы мы скаем время выдержки о да в краснодаре в сентябре я почему не стал да совсем почему не стал говорить да то что чтобы не наврать мы закончим наносить краску и пойдем с настей к нашему календарю замечательному и все расскажем о том где когда и что мы будем делать потому что много городов впереди опять осень и вообще замечаю что работа каким-то вахтовым методом то меня месяц полтора вообще нет клиенты просто присылают фотографии это было все это этого анекдот меня нет отросли корни блондинка когда когда я гублену но нет меня что ты могу сделать она присылает фотографию в руках у нее оттеночный бальзам рокаллор или тоника и подпись я сейчас совершу суицид это было самое смешное что могло быть да ну совершила покрасил тоником нет она больше ко мне не пришла я не знаю наверно вот покрасилась потом естественно ничего хорошего она там не увидела сходила куда-то мастеру явно что-то не сказала или мастер не спали вот вот так вот так вот и теряют волосы когда новый мастер не знает истории что там было как обращаться там с длиной или с чем-то вероятность того что вот она пришла там ой смойте мне этот цвет он не нравится он начнет смотреть а там все там отвалится и что-то будет но неприятно я думаю больше то что вот но некоторые у меня сложился придем круг клиентов и там даже нет места новым которые может быть не хотя но скажи мне это слово свыкаются сживаются принимают то что иногда бывает что меня нету им приходится ждать и и я благодарен им за это потому что это очень клево когда человек приходит тебе там строго там раз в два месяца и уходя сразу записывается на через следующие два месяца и поэтому круг замкнулся полностью когда мигает там тебе номер твой можно давать кому-то нет а зачем что я могу предложить человеку через четыре месяца практически там вот в этом плане наверное счастливо что все циклично до теремии эту дату я помню ахахах хахаха ахахаха ядке окрашиванием мы запускали в том году краситель color flames это он цветные предыдущки и И была коллекция Spectrality с Томук Роботом от Германии, мы там делали, и по России катали. Что хочу сказать, ну тяжело, конечно, искать моделей на яркие окрашивания, это узкая сегментация клиентов, это не самое популярное окрашивание, которое выполняется в салоне. Слушайте, поэтому... Ну и сейчас, наверное, да, мы выйдем в эфир, уже изготовлен через час, а давай нет, давай мы через пять минут выйдем в эфир и просто я расскажу о командировках. Да, нет зарядки. Так, все, друзья, встречаемся в ближайшее время, мы во сну.